Первая часть, первая запись. Итак, физгармония. Что можно на начальном этапе сказать? Компрессия довольно приличная, прям хорошая. Замена в двух планах была ранее, менял я. Да, это немецкие голоса. И хочу сказать, что вот у нас кто-то даже нотку Фа писал, кто-то дописал, но дело не в этом, а дело в том, что это ноты Ре. И по поводу этой ноты Ре, по звуку, были вопросы. Ну, насколько я понял, два, ну, значит, каким-то образом эта нота Ре из аккорда, ну, допустим, Ре Фа Ля, вот, или там, не знаю, Соль Си Ре Фа, то есть вот отсюда, там, от ноты Соль. Вот, как-то слишком ярко звучит, что вполне возможно. Почему? Потому что, в общем-то, если так можно посмотреть, то видно, что это у нас стальной голос, естественно, это латунные голоса. Вот, по размеру они практически идентичны, но длина голоса от клёпки и до конца, и здесь от клёпки до конца, всё-таки немножко больше. Вот. Значит, что предстоит? Предстоит закрыть первый ряд и проверить чисто настрой, то есть на звуковысотные весь диапазон вот этого ряда, потом этот ряд будет перекрыт, и то же самое будет сделано с этим рядом. Ну, делаю запись, то есть, допустим, ну, допустим, нота там до, должно быть, вот, столько биений там герц, а дают, допустим, сколько нужно. Ну, или меньше, или больше. Ну, и так по каждой. Ну, что поделаешь. Вот. Это первый вариант. Это с помощью программного тюнера. Мы всё это проверим. И вот, по поводу яркости звучания. Единственное, что я не знаю, как будет её уменьшить или что-то ещё. То есть, пока вот не могу сказать. Вот. Ну, по крайней мере, проверить мы это сможем. Тоже с помощью программы компьютерной для записи. Значит, там получается какой вариант? На экране, когда программа выводится и ставится на запись. А вот, есть возможность записывать в графическом таком виде. И не просто, допустим, получать, то есть громче и, сейчас покажу громче, и направляющая идёт выше, или как-то там тише, она ниже. А в виде вот записи, ну, вот, кстати, вот так сделал пальцем и вспомнил. Иногда показывают, как записывают или же оцеллографы, или же вот, ну, которые, ну, да, сердечное давление там идёт вот такое. И, в общем, если пульс больше, сильнее, то и градация больше. То есть, если у нас... Почему? Мы пришли к ноте Ре, допустим. Если у нас нота Ре выпирает по громкости, вот, то на экране это мы увидим. То есть, там пик будет выше. И чем она сильнее выпирает, тем будет выше. И если же не выпирает, вот как один уровень шёл, так он и будет. И, к тому же, можно попробовать... Ну, да, единственное, что здесь... Ну, это только по ближайшим нотам можно будет сделать. Почему? Потому что здесь нет такого, как, допустим, на аккордеоне. Когда на аккордеоне меха хватает, чтобы сыграть, ну, какой-то пассаж, так оно есть, такое название. Вот. Ну, то есть, допустим, последовательность сыграть на одном мехе, то есть, на одном давлении меха, там из 10 нот, из 6 нот, из 18 нот, чуть быстрее, естественно, приходится. Здесь приходится чаще работать мехом, вот, а от этого, в общем-то, тоже громкость зависит. Если давление будет сильнее, то и громкость будет ярче. Вот. Поэтому, конечно, сложнее, но, я думаю, с помощью программных дел можно будет выяснить, есть такое, или это просто кажется. Вот. Тем более, что у нас звук таких два. У нас есть нотка, видимо, Ре, и Ре, Ре, Дисни, Фа, Фа, Дисни, и Соль, да. Вот. Вот такая вот, как бы предстоит, компьютерная, если так можно сказать, проверка. Вот так. Ну, всё. Так. Что нам показал программный тюмер? По высоте. Так. То, что должно быть, то, что есть в наличии. При этом, надо посмотреть, что, в принципе, отклонения присутствуют, ну, практически везде, но они небольшие. Должно быть 174,6, 175,5. Сколько получается? 4,9. То есть, в пределах одного Герца. 185,0, 176,1. Ну, чуть выше. 196,0. Для всего лишь 5. 207,7, 207,8. Вообще, одна десятая Герца. 220,0, 221,1. Значит, один Герц. Ну, в общем, и так далее. В принципе, можно посмотреть. Сяду, посмотрю. И там, где... Воздух сейчас объясню. И там, где выше, ну, допустим, на 1 Герц и больше отклонений, конечно, надо подправить. То есть, подточить. Это первое. Второе. Воздух, а воздух, два голоса, которые... Ля, я так понимаю, и Си, которые на пиано или даже на Меца не очень тихо, а как бы уже в сторону завышения, повышения громкости, усиления громкости. А они выдают только воздух. И только позже голос... То есть, они высоко стоят, видимо, над окнами. Надо будет открыть и посмотреть. Вот. То есть, идёт сначала шип. Вот. И только потом, при давлении меха, голос начинает колебаться. Вот. Честно могу сказать, что вот здесь, да, ну, это прям ярко. Потому что, ну, нажим, подкачиваешь, а там просто идёт шипение. А, вот. Чё хотел сказать. А, короче, вот на... Такое там мне в дальнейшем как бы не бросилось на слух. Вот. Но можно будет пройти и ещё раз послушать. А, вот, значит, что касается по громкости. Вот. Это уже другая программа. И, видимо, сегодня я не буду, так сказать, этим заниматься. Вот. Надо найти её, потому что, ну, не всегда пользуюсься программами профессиональными для записи. Там, вот. Ну, и, короче говоря, потом можно будет на картинке. Нам же не весь звукоряд нужно, а, как бы, были вопросы по определённым звукам. А, вот. Ну, и, как бы, можно будет, ну, попытаться, по крайней мере. Вот. Я не могу сказать, что я, ну, просто другого варианта я, как бы, не вижу. Потому что чисто на графике, вот. Ну, это не как вот застывшая, а это в процессе, так сказать, записи музыки. Вот эта вот шкала, которая движется туда-сюда, она там зелёного цвета, вот. Она, в общем-то, показывает величину громкости. Вот. То есть, если, допустим, вот люди разговаривали, да, вот, разговаривали, и вдруг кто-то крикнул. Будет вот такой вот скачок, как бы, вот. Только здесь всё это быстро происходит, а там это идёт на запись. Вот. И... Ну, короче говоря, можно остановить, это остаётся, как бы, в записи, и сделать скан, там, или как-то ещё, ну, в общем, запись, уже видеозапись, и увидеть. Вот. Есть там что-то такое, что, так сказать, как-то отражается на сей звука, да. Ну, вот, пока всё, да. Сейчас я поставлю первое видео, и вот это вот, объединю их, и разорю вышлю ссылку. Ну, пока всё, да. Такие, как говорится, пить враги. Вот так. Ну, в общем-то, в общем-то, как бы, ну, в общем-то, как таких больших отклонений, потому что, вот, не так давно профессиональный баян, ну, средний профессиональный, если так можно сказать, настраивал, там отклонения были очень большие, то есть, износ голосов, если так можно сказать, расстроенных голосов, и сильно было очень, ну, и много, и, так сказать, ну, разница. Отклонение было очень большое, там, 15-20 центров, господи, герц, вот. То есть, и по голосам, тем более, что ведь на набоение аккордеоне там два голоса звучат, ну, или более, если это аккордеон, например. Вот. Ну, ладненько, не будем, так сказать, загружаться. Всё. До новых встреч. Пока. ríe. Продолжение следует...